И учитывая, друзья, эти взаимоотношения с так называемыми партнерами, которые, конечно же, нам очень сильно помогли в этой войне, в этой кровожадной войне, с которой пришла Российская Федерация на нашу украинскую землю, и тем не менее, так называемые партнеры ведут себя очень странно. Что это значит? Это значит, что Украине необходимо пересмотреть свои отношения с партнерами, сделать, с одной стороны, это мягко, красиво, но с другой стороны, достаточно жестко. Да, сегодня у тех же партнеров, таких как Соединенные Штаты Америки, непростая ситуация в мире. С одной стороны, Израиль, сектор Газа, война между Ираном и Израилем, параллельно с этим Российская Федерация поджимает, Трамп, и наряду с этим взаимоотношения и потенциальная война, приближающая между Китаем и Тайванем. Да, и мы понимаем, что те же Соединенные Штаты в очень сложных условиях, но когда откровенно так называемые партнеры не дают нам до вооружения, которое нам необходимо, для этого необходимо пересмотреть взаимоотношения. И Украине необходимо вернуться и семимильными шагами увеличивать взаимоотношения с Польшей, совместное производство вооружения, в том числе и ПВО, с Великобританией, странами Прибалтики и все те страны, ближайшие, которые у нас на границе, которые ближайшие Европа, ближайшие страны, в том числе славянские страны, в первую очередь, которые заинтересованы в защите не только Украины, но прежде всего своих стран. Нам необходимо наращивать с ними военное производство. И нам, Украине, необходимо вернуть тот самый ядерный потенциал украинский, который был. И мы способны, Украина способна это сделать в течение нескольких месяцев. И не важно, что на это скажут и как отреагируют так называемые наши партнеры Соединенные Штаты Америки и другие страны, которые не смогли обеспечить нам никаких, безусловно, гарантий. И мы знаем историю с вами про ленд-лиз, о котором на сегодняшний день никто не вспоминает. А он необходим и есть. Да, ленд-лиз был заменен той самой военной помощью от США и всей цивилизованной Европой. Но когда у нас такие перебои со снарядами, системами ПВО, когда буквально десяток ПВО не может обеспечить наши так называемые партнеры. И это не только система ПВО Патриот. Мы с вами об этом говорили в предыдущем ролике. Это не только система ПВО Патриот. Это системы НАСАМС, это системы Айрис Ти, это системы САМП Ти. Они наряду вместе с Патриотами сбивают баллистику, да. И если так называемые партнеры, еще раз повторюсь, не могут обеспечить нам это, то мы должны позаботиться о своей безопасности прежде всего сами. Мы с вами, друзья, сегодня живы и здоровы. Вся Украина у нас в целости и сохранности. С помощью Господа Бога, нашего Создателя и Слава Создателю. И, безусловно, нашей веры в победу Украины. И поэтому нам необходимо восстановить ядерный потенциал Украины. И это необходимо сделать, и мы способны это сделать, учитывая ядерные технологии, которые до сих пор остались в Украине, в течение нескольких месяцев. Я призываю наше правительство, наше украинское правительство, президента Зеленского и все ведущие страны помочь нам в этом вопросе, восстановить ядерный потенциал. И тогда у нас будет две очень важные защиты. Вера украинского народа, жителей Украины, свою победу. В первую очередь, наша помощь от Господа Бога и наш ядерный новый зонтик. И тогда Украина будет себя чувствовать в полнейшей безопасности. И тогда мы сможем в этой войне не только победить, не Тикипера, Махты, а и продвинуться максимально вперед в своем цивилизационном развитии. Друзья, я Самвел, украинский армянин. И витаю вас из Киева, Баревзе, всем нашим землякам в Украине, в Армении и которые находятся по всему миру. И будь мой орач, орарач и только орач. И обязательно подписывайтесь на наш YouTube, который мы превращаем в интернет-телевидение Кап ЮАЭМ. Обязательно подписывайтесь на наш Instagram, который развивается семимильными шагами. Обязательно подписывайтесь на наш Telegram-канал. И в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Орач и только орач и Кап Име.